Санкция Санкция Несмотря на санкции в отношении России Виктор Медведчук Уверен, Украине необходима федерализация Сегодня в Харькове националисты сорвали конференцию движения «Украинский выбор», Который выступает за сотрудничество с Россией Общественное движение «Украинский выбор» работало и будет дальше работать На заседании клуба «Валдай» в Сочи был замечен тот украинец, который бывает в России регулярно Но обычно уж тем более держится в тени А тут сидел в первом ряду Что все это означает и кто этот человек? Понятнее, что все помог один веселый паренек Ребята, не сочтя за труд, скажите, как его зовут? Как вас зовут? Виктор Владимирович Медведчук Вы гражданин Украины Естественно С хорошими отношениями, с налаженными отношениями с властями в Киеве И с очень хорошими отношениями с Владимиром Владимировичем Путиным? Скажем так, с нормальными отношениями с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином А как вы с ним познакомились? На какой основе? Я познакомился с ним, когда он был руководителем администрации президента Кучмы Медведчук сказал, что встретил Путина в 2000 году на одном из официальных мероприятий в Киеве. На тот момент он был заместителем председателя Верховной Рады Украины. Какое-то время украинский политик и российский чиновник общались в рабочем порядке, а уже после того, как Медведчук ушел с должности главы администрации президента Леонида Кучмы, между ним и Путиным сложились дружеские отношения. По крайней мере, так рассказал сам Медведчук. Также в той беседе 2013 года он много говорил о преимуществах таможенного союза и был уверен, что Украина туда попадет. Но через две недели начался Майдан. Около ринга собираются гости. Например, Виктор Медведчук, лидер движения «Украинский выбор», тоже любитель единоборств. Говорит, спорт на Украине развивается, а вот экономика – другое дело. Здесь намного хуже, чем в спорте. А хуже потому, что, к сожалению, так случилось, что власть и оппозиция сегодня объединились в так называемом европейском интеграционном выборе. Я считаю, как собственно и больше половины населения Украины, что это неправильно, что наш вектор экономической интеграции должен быть восточным, это таможенный союз. Медведчуку словно вторит Сергей Глазев. Он тоже пришел поболеть за спортсменов, но перешивает за соседей. Украина сегодня вовлечена в процесс европейской интеграции, где ей навязывают роль колонии. Как раз колония бесправная. Если проводить аналогию, то Украина, не выходя на рынок, сразу ложится и проигрывает. Недавно в газете Financial Times вышло новое интервью с Медведчуком. На вопрос журналистов, является ли он до сих пор близким другом Путина, Медведчук ответил, улыбаясь. Лучше спросить у президента. Никаких иллюзий по поводу того, что сторонник таможенного союза за последние три года изменил свои взгляды в пользу европейского выбора Украины, быть не может. Когда говорят кум Путина, говорят те, которые завидуют. Иначе они об этом не говорили. Это раз. А второе, когда говорят, что я пророссийский политик, то, вы знаете, я это объясняю абсолютно другими обстоятельствами. Я политик, который представляет интересы тех людей, которые хотят видеть в России, в российском народе своих друзей, своих братьев. Страну, которая является не только соседом, а страну славянское государство, которое всегда было и будет находиться рядом с украинским народом. И если это называется пророссийским политиком или пророссийской политикой, то я за такую оценку, и я могу только положительно воспринимать подобные отношения. Это действительно так. Это не просто цивилизационный выбор Украины. Ведь на том месте, где мы находимся, как я уже сегодня говорил, на Днепровской купеле, на Киевской купеле, был сделан выбор для всей Святой Руси. Вот здесь был выбор сделан для всех нас. Наши с вами предки, которые жили на этой территории, они сделали этот выбор для всей, для всего нашего народа. Для всего нашего народа, говорю так, имею в виду, что, безусловно, мы понимаем сегодняшние реалии, есть и украинский народ, и белорусский, и другие есть народы, и мы с уважением ко всему этому наследию относимся, но в основе лежат, безусловно, наши общие духовные ценности, которые делают нас единым народом. И сегодня представители Украинской Церкви Православной об этом как раз говорили, и трудно с этим не согласиться, с этим нужно только соглашаться. Я с огромным уважением отношусь к точке зрения российского президента Владимира Владимировича Путина, и с авторитетом, авторитетное его мнение для меня, и с огромным уважением я это делаю. Это не только политическое и человеческое доверие? Безусловно. Я даже вам скажу больше того, что это больше даже человеческое, чем политическое. Среди посетителей дома со штаб-квартирой Медведчука совладельцы охранно-детективного шторма Иван Бойченко и вице-президент Федерации боевого самбо Виктор Черный. Оба они также являются активистами украинского выбора. Кроме силовиков, к Медведчуку приезжают и народные депутаты. В частности, представитель оппозиционного блока Вадим Рабинович говорит, что пытается видеть Медведчука чаще, хотя бы раз в неделю. Оказывается, Рабинович встречается с кумом Путина только для того, чтобы освободить из российского плена украинского националиста Николая Корпюка. Кроме него я пока не вижу реальной перспективы вытащить по колу Корпюка. Я работаю, это мой друг. А сейчас я как-то пытаюсь с ним не сполкуетесь? У меня не было ни раньше в жизни с ним других вопросов, ни сейчас нету. Видимо, потому что Медведчук сам украинский националист. У Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист. Напомним, друг Путина является официальным представителем Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Виктор Медведчук в трехсторонней контактной группе имеет одну исключенную функцию – извольнение заручников, которые расположены в Российской Федерации в первую очередь и на оккупованных территориях. Ведет переговоры с РФ и боевиками об освобождении пленных и способствовал возвращению в Украину Надежды Савченко. Из героев Украины в арестанты. Суд в Киеве избрал меру пресечения Надежды Савченко в виде содержания под стражей на два месяца. Она подозревается в подготовке теракта в парламенте. Ей грозит пожизненное лишение свободы. Коллега Рабиновича по фракции Нестер Шуфрич объясняет, что ездит к Медведчуку, потому что они дружат уже 20 лет и называет украинский выбор их совместным проектом. С Виктором Владимировичем я дружу. В этом году было 23 года. Мы współпрацуем в межах нашего проекта «Украинский выбор». Крестным отцом маленькой дочери Шуфрича стал украинский боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева. Это неприятная неожиданность. Вы же прекрасно помните обоих братьев Кличко на Майдане. На нас смотрит весь мир, потому что мы хотим выразить свое мнение. И нас не задавит милицией. Нам не заткнут рты. Если у нас не будет ассоциации с Европой, выборы следующие, которые будут проходить в нашей стране, пройдут нечестно. Это будет скоррумпировано, как это уже часто случалось. У нас коррупция, которую, как рак, нужно вырезать из тела. По-другому никак. Слава Украине! Рад, слава! На тот момент они вместе с участниками революции выступали против преступной власти. А разве Нестор Шуфрич, депутат партии регионов, не был одним из ее лиц? Сегодня требуем подведения честных итогов, самых честных выборов за всю историю нашей страны. Уже высокую оценку избирателей компании дали лидеры Евросоюза. Кроме этого, мы знаем, уже нас поздравили наши российские друзья и лидеры Российской Федерации. Или, может, таким символическим способом у нас произошло примирение Евромайдана и Антимайдана? Впрочем, у их новой кумы Оксаны Марченко и ее супруга Медведчука есть еще один всемирно известный кум. Это президент Российской Федерации Владимир Путин. Он крестил дочь Медведчука и Марченко Дарью. Семейству Медведчуков удалось обойти ключевых игроков на российском нефтегазовом рынке и получить доступ к одному из трех самых крупных нефтегазовых месторождений Российской Федерации, запасы которого оценивают в десятки миллионов тонн. Если я вас прошу, что вы знаете об Оксане Марченко, что вы ответите? Пожалуй, как-то так. Ведущие телепроектов «Х-фактор», «Украина мает талант», «Время строить». Возможно, кто-то даже вспомнит ее шоу начала двухтысячных. Приходишь, раздеваешься, ложишься и по тебе начинают ползать змеи. Но это вряд ли. Кто-то знает о ней, как о видеоблогере. Был бык тупогубенький, бычок. У быка была губа тупогубая. Большинство скажет, что сейчас Оксана Марченко – участница проекта «Танцы со звездами». Для одной части зрителей, которые воспринимают ее исключительно как телезвезду, это будет достаточно. Другая часть непременно заметит, что нужно сказать и о том, что она супруга Виктора Медведчука. Притом, именно того Медведчука, который открыто рассказывает, что их дочь Дарина является крестницей президента Российской Федерации Владимира Путина и жены главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Меньше мифов будет точно. Но часть зрителей, которые знают Марченко прежде всего как телезвезду, попросит не политизировать ее персону. И заявит, что жена также не отвечает за мужа, как и сын за отца. На самом деле, на каком-то этапе мы тоже столкнулись с проблемой. Как правильно говорить о главной героине нашего расследования? Просто потому, что это расследование должно было касаться Виктора Медведчука. Но то, что мы нашли, подтолкнуло нас к мысли о том, что кум Путина – куда более слабая фигура, чем Оксана Марченко. По крайней мере, де-юре. Поэтому мы назвали это расследование… Повторюсь, сначала мы просто решили внимательно присмотреться к Виктору Медведчуку. Почему мы так решили? Медведчук возвращается в большую политику. Он вступил в партию за життя Вадима Рабиновича и будет принимать участие в парламентских выборах. Теперь Медведчука подозрительно часто цитируют украинские телеканалы. Даже управлять некоторыми медиа, как выяснили схемы, пришел менеджмент, приближенный к его политсиле. Для такой масштабной информационной политической кампании необходимы серьезные деньги. Их нужно будет еще больше через год, накануне выборов. Откуда кум Путина возьмет на все это деньги? Сам Виктор Медведчук в интервью Deutsche Welle в апреле этого года заявил, что проблем с финансами не имеет, поскольку он якобы давно является бизнесменом. Я находился в политике с 97-го, когда я был депутатом Верховной Рады, потом я был заместителем председателя Верховной Рады, первым заместителем. Потом главой администрации, как вы правы сказали, до 2005-го года. В 2005-м году я ушел и снова начал заниматься активно бизнесом. И занимаюсь им последние 13 лет. Ок, подумали мы, а что же это за бизнес такой? Взяли выписку из реестра Минюста, посмотрели. А у Виктора Медведчука бизнеса в Украине практически нет. Куда более серьезные результаты покажет реестр, если искать бизнес Оксаны Марченко. Украинская телезвезда является учредительницей, конечным бенефицаром или собственницей значительной доли в как минимум 10 компаниях, которые занимаются недвижимостью и строительством, работают в сельском хозяйстве, заготавливают лес, проводят инженерные изыскания, занимаются финансами и работают в медиа. И здесь мы вспомнили о цветном фонтане в Ялте, на который смотрят Путин, Медведчук и Марченко. Бенефицаром украинской компании, которая владела этим домом до аннексии Крыма, является Оксана Марченко. Это компания Терраинвест. Хм, подумали мы, вряд ли российская власть забрала бы дом у кумовев Путина, правда? Не перерегистрировали ли его на связанную, но уже российскую компанию? А что там вообще у Оксаны Марченко с бизнесом в России? Мы зашли в российский реестр юридических лиц. Выяснилось, что бизнес-жизнь Оксаны Марченко кипит в Российской Федерации и в аннексированном Крыму. Сразу три украинских компании, конечным бенефициарным собственником которых является участница танцев со звездами с 2015 по 2016 год, зашли соучредители фирмы ООО «Таврия Инвест», зарегистрированной в марте 2015 года в Ялте. Очевидно, эта фирма и была создана именно для того, чтобы управлять имуществом в Крыму после аннексии. Но мы обратили внимание на еще одну вещь. Ялтинская фирма «Таврия Инвест» имеет общего директора Инну Полий с фирмой из Москвы со схожим названием «Таврия Север». Владельцы этой фирмы прячутся за кипрскими компаниями. Сначала «Вентолор Инвестмент ЛТД», потом за «Вентолор Холгинс ЛТД». Что это за киприоты такие, что в России нанимают того же директора, что и компания кумы Владимира Путина? Да еще и название для фирмы придумывают похожее. «Таврия Инвест», «Таврия Север». Чем эти киприоты занимаются в Российской Федерации? Ответ мы нашли вот здесь. Когда-то эти климатически суровые территории западно-сибирской равнины заселяли два финно-угорских народа – Ханты и Манси. Отсюда и происходит название этого субъекта Российской Федерации – Ханты-Мансийский автономный округ. В 30-х годах прошлого столетия сюда ссылали раскулаченных крестьян, а в 60-х годах нашли нефть. Со временем этот регион стал главным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих районов мира. В 2015 году российская власть объявила конкурс на право добывать нефть на одном из трех самых больших месторождений Хмао – Гавриковском. Его запасы оцениваются в более чем 40 миллионов тонн. И этот конкурс сразу стал скандальным из-за странного требования к его участникам. Пункт 3.9 условий конкурса. Победитель конкурса обязан перерабатывать углеводородное сырье, добытое на Гавриковском участке, на российских нефтеперерабатывающих предприятиях с высокой глубиной переработки, обеспечивающих своевременную модернизацию производства, имеющих достаточные производственные мощности на предприятиях, расположенных в Ростовской области. Говоря простым языком, победить в конкурсе могли только те компании, которые имеют нефтеперерабатывающие заводы в Ростовской области. По этой причине, писал российский коммерсант, государственный гигант Роснефть, пытался судиться из-за дискриминационных условий. Но позже, по неизвестным причинам, просто отозвал свою заявку на месторождение. Выиграла этот странный конкурс фирма «НЗНП Трейд», которую российские СМИ приписывали группы компаний, которые владеют нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области, Новошахтинским заводом нефтепродуктов. И правда в том, что вряд ли этот конкурс мог бы выиграть кто-то другой, потому что кроме Новошахтинского, других нефтеперерабатывающих заводов в Ростовской области просто нет. Проект был сложный, проект был необычный для региона, необычный был для нашей компании. Это Сергей Кислов, владелец группы компаний «Юг-Руси». Он участвует в освещении нефтеперерабатывающего завода в 2009 году. Нефтепереработка становится новым направлением для его группы компаний, которая специализируется преимущественно на выращивании подсолнечника и изготовлении масла. Подсолнух – большой золотая семечка. Все. И, как заявляют эксперты, новое нефтяное направление не стало успешным и работало по серым схемам. В довоенное время, до 2014 года, у нас были сигналы, что то дизельное топливо, кстати, не совсем хорошего качества, которое производил новошахтинский НПЗ, оно попадало через границу России и Украины контрабандой. Сергей Кислов не показался нам тем человеком, ради которого могли прописать особые условия на освоение гавриковского месторождения. Не тем человеком, ради которого могли оттеснить Роснефть, которой руководит Игорь Сечин. Поэтому мы решили внимательно и проанализировать деятельность НЗНП Трейд и заметили две вещи. Первое – обустраивать месторождение и закупать оборудование для него. Фирма начала только в этом году, хотя конкурс состоялся три года назад. Произошло это после того, как НЗНП Трейд сменил структуру собственности. Смотрите, 32% компаний принадлежит фирме «Долл», которую контролирует Василий Кислов, отец бизнесмена-агрария Сергея Кислова. Часть в почти 15% и 3% принадлежат Наталье Лавренюк и фирме «Развитие». А вот наибольшая часть, свыше 50%, принадлежит кипрской фирме «Вентолор Холдинг ЛТД», у которой, по данным Кипрского реестра, 13 декабря 2017 года сменился «Собственник». А теперь давайте вернемся к схемам и компаниям телезвезды Оксаны Марченко в России. Напомню, мы остановились вот здесь. Выяснили, что какие-то неизвестные киприоты наняли в свою фирму того же директора, да еще и название фирмы дали подобное. А если мы сюда добавим схему собственности НЗНП Трейд, то увидим, что счастливчики, которые контролируют более 50% компаний и которые будут добывать нефть на Гавриковском месторождении, это те самые кипрские компании. Поэтому давайте торжественно раскроем «Собственника кипрской фирмы Вентолор Холдинг ЛТД». Еще одна кипрская компания. Кто же стоит за ней? Оксана Марченко, Киев. Ну что здесь можно сказать? Для тех, кто не успел понять, что произошло, вот схема собственности фирмы, которая будет добывать тысячи тонн нефти в Ханты-Мансийском автономном округе России и которая выиграла конкурс благодаря специфическим условиям, поскольку никто, кроме нее, не мог его выиграть. Даже Роснефть. Оксана Марченко является единоличным собственником кипрской компании «Тумилон Инвестмент ЛТД». Эта фирма на 100% владеет кипрской «Вентолор Холдинг ЛТД», которая на 50,1% владеет НЗНП «Нтрейд», которая будет добывать нефть. Ну а если есть что добывать, нужно как-то и продавать. Кипрские фирмы Марченко владеют еще и частью в торговом доме НЗНП, компании, которая специализируется на продаже нефтепродуктов. При этом потенциальный рынок сбыта тех нефтепродуктов, которые будут добывать на Гавриковском месторождении и перерабатывать в Ростовской области, это территории, захваченные группировками так называемых ЛНР-ДНР, и которые граничат с Россией. Такую мысль высказывают некоторые российские эксперты. Ростовская область граничит с ДНР и ЛНР. Вероятно, Гавриковское месторождение выбрано ресурсной базой для увеличения производства топлива, чтобы хватило не только Ростовской области, но и на Донбассе, коммуникационная группа «Нефтегаз.ру». С этим соглашается и украинский эксперт Александр Сиренко. Там нельзя отследить ни объемы, ни цены, ни уплаченные налоги. Ничего. Сплаченные податки – ничего. Мы отправили запрос в Новошахтинский завод нефтепродуктов с вопросом об их потенциальных покупателей. Ответа не получили. Ну и осталось только спросить Оксану Марченко о том, как же ей все это удалось. Однако наши попытки сделать это не увенчались успехом. Также мы отправили запрос Виктору Медведчуку о нефтяном бизнесе его супруги. Но ответ они получили. И вот теперь, когда мы обо всем этом узнали, можем ли мы считать Оксану Марченко просто украинской телезвездой? Можем ли мы допустить, что телеведущая, блогер и участница «Танцев со звездами» обладает талантами настоящего нефтетрейдера, которая в перерыве между телепроектами просто решила прокачать немного нефти с Гавриковского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе? Или все же стоит не забывать, кто ее супруг и кто кум? И что мы догадываемся, чей это бизнес на самом деле? И догадываемся, на какую политическую силу он будет работать? Нардеп-оппозиционер Василий Немченко разрабатывает законопроекты, которые одобряет Медведчук. И поддерживая его гражданскую позицию, все тяжкие часы для общества, я с ним спецпрацую насильными, в научно-правовом аспекте, и в ведейном также мы разрабатываем законопроекты. Кроме того, в доме на вылыкой Василькивской 23-Б размещена приемная народного депутата от оппозиционного блока Тараса Козака. Нардеп от блока Петра Порошенко Сергей Лещенко называет Медведчука и Козака бизнес-партнерами, а журналисты программы «Схемы» зафиксировали, что они вместе летают на частном самолете из Москвы в Киев. Шуфрич и Медведчук – бизнес-партнеры по добыче и сбыту полезных ископаемых. Оба связаны с компанией «Нафтогазвыдобывание» – нефтегаздобыча. С ними связан также кипрский офшор «Волфорд Холдингс Лимитед». К 2013 году на эту фирму были записаны около 17% акций «Нафтогазвыдобывание». Затем доли в фирме начал скупать Ренат Ахметов. И сейчас он сконцентрировал в своих руках более 70% акций. Что же касается самой кипрской «Волфорд Холдингс», которая связана с Медведчуком, то сейчас она записана на DTEC Oil & Gas BV Ахметова и глухой офшор из Белиза «Буэнвилль Холдингс Лимитед». Белиз – идеальный способ скрыть бенефициара. Нестер Шуфрич, отвечая на вопрос, имел ли он общий бизнес с Медведчуком, в одном абзаце сообщил три противоположных утверждения. Не имел, возможно, имел, но не знал, и, наконец, не может отрицать наличие общих бизнес-интересов. Бизнесовых, спільных интересов у нас нема. Можливо, они пересекаются так, что мы про це и не знаем. Сказать, что нема никакой спільной деятельности я бы не мог, але мені невідомо про значні проекти, які би ми спільно реалізували. Кажется, ты гений. Лучшого ответа я еще не слышал. У тебя IQ случайно не 160. У Генеральной прокуратуры Украины, то есть кума Порошенко-Луценко, и Национального антикоррупционного бюро к этим персонажам вопросов нет. У Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист. В принципе понятно, почему Шуфрич выбрал жену Медведчука крестной матерью своего ребенка. Они близкие товарищи уже много лет. Вместе были в составе Объединенной Социал-демократической партии. Сейчас оба тоже пытаются играть свою роль в политике. Медведчук выступает переговорщиком по вопросам обмена пленных и часто ездит в Москву. Как отмечает Financial Times в своей статье, он также, возможно, участвует в кулуарных переговорах между оккупированными территориями и Украины. А его кум Шуфрич, несмотря на войну, продолжает раздавать комментарии российским пропагандистским телеканалам. В январе 2017 года депутат оппозиционного блока украинского парламента в эфире «Россия-24» обвинил украинскую власть в невыполнении минских договоренностей и эскалации конфликта на Донбассе. Власть спекулирует на теме войны. Она не заинтересована в мирном урегулировании и будет саботировать минские соглашения, когда украинцам говорят, что они живут хуже, потому что война, а мир никого не интересует. Но в сегодняшней ситуации мы должны сделать все, чтобы Украина выполнила свои соглашения. Для чего так подробно напоминать о бэкграунде Медведчука и Шуфрича? С их видением мира давно все понятно. А вот Владимир Кличко до недавнего времени все же олицетворял собой проевропейскую Украину. И грустно смотреть на то, что он теперь кум этих неоднозначных персонажей. Но, к сожалению, это не единичный случай, когда представители старой, прокремлевской или коррумпированной элиты легко находят общий язык с новой, якобы проевропейской и честной. Недавно депутат блока Петра Порошенко Нина Южанина и вице-премьер-министр Владимир Кистион ездили на форум в Монако. Форум организовывала компания Николая Злочевского, министра экологии времен Януковича. Украинские представители власти охотно фотографировались с экс-министром, который был фигурантом различных уголовных производств и подозревался в коррупции. Южанина позже заявила журналистам, что не узнала одиозного экс-министра. Но посмотрите на это фото. Разве можно забыть такое лицо? Украинские политики и некоторые общественные деятели до сих пор не понимают, что кумовство, договорники и политическая неразборчивость это совсем не то, чего ожидали от них люди после революции. Хотя все, что от них требуется, это лишь попробовать быть принципиальными.